Принц Уильям и его брат Гарри воссоединятся на похоронах своего покойного деда принца Филиппа. Согласно сообщениям СМИ, они встанут плечом к плечу и вместе пройдут за гробом. Два брата воссоединятся впервые после взрывного мартовского интервью принца Гарри и Меган Маркл Сопра Винфри, в котором герцог Сасикский заявил, что его старший брат оказался в ловушке королевской семьи, пишет Daily Mail. В субботу 10 апреля было подтверждено, что принц Гарри вернется в Великобританию из Америки на похороны в следующую субботу 17 апреля, а не пройдут в Виндзоре. Он приедет один, так как его жена Меган Маркл находится в положении, и врачи не рекомендовали ей совершать перелеты. Гроб принца Филиппа перевезут в часовню Святого Георгия на автомобиле Land Rover, созданном при его участии. Нести гроб будут члены королевской морской пехоты. Только королевская семья и личный секретарь герцога будут присутствовать на церемонии в часовне, при этом похороны будут транслироваться по телевидению. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в Виндзорском замке, где располагалась его резиденция. Он хотел спокойно умереть в своем доме, а не на больничной койке. Елизавета II и Филипп прожили вместе 73 года. В феврале Филиппа госпитализировали из-за опасений по поводу его здоровья, а позже ему провели операцию на сердце. Принц Гарри уже обсудил со своей семьей возвращение в Великобританию, чтобы почтить память и присутствовать на похоронах принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail. Герцог Сасикский готовится к своей первой поезде домой после того, как пара оставила королевскую жизнь и переехала в Калифорнию, а также недавнего скандального интервью опрой. Ожидается, что Меган Маркл, герцогиня Сасикская, не отправится вместе с супругом в Великобританию, а останется в Калифорнии. Маркл, скорее всего, останется дома, так как беременная вторым ребенком. В это же время источники подтверждают, что Гарри уже имел разговор с принцем Чарльзом, Беатрис Йоркской и Евгением Йоркской. Он сказал, что хочет быть со всеми и уже готовится вернуться домой, отмечают источники. Ранее герцоги Сасикские почтили память принца Филиппа на своем веб-сайте, разместив сообщение «Спасибо за вашу службу, вас будет очень не хватать». Возвращение принца Гарри в Великобританию на похороны деда станет поворотным моментом для рассорившейся королевской семьи. Ожидается, что Гарри будет присутствовать на траурном мероприятии в Часовне Святого Георгия на следующей неделе. Скорее всего, Гарри прилетит в Лондон на частном самолете и может стать исключением из обычных карантинных правил, применяемых к рейсам из США. Принца проверят на COVID-19 перед вылетом из США и по прибытию в Великобританию, но на 10-дневный карантин герцога Сасикского не отправят. Пока неизвестно, где принц Гарри остановится по прилету в Лондон и как долго задержится в городе после похорон. Воссоединение герцога Сасикского с его братом Уильямом и отцом принцем Чарльзом будет достаточно неловким из-за напряженной ситуации в семье. Королевские источники считают, что первая встреча братьев за более чем год может стать первым шагом к примирению. Если же Меган присоединится к Гарри на похоронах, королевское сближение считается маловероятным, особенно после того, как Меган рассказала о Пре, что Кейт Мидлтон заставила ее плакать во время подготовки к свадьбе. Вокруг злополучного интервью Меган Маркл и ее мужа принца Гарри, которая супруге дали звезде американского ТВ Апре Уинфри, не утихают скандалы. В британской прессе развернулась настоящая компания, освещающая отголоски скандальной беседы, покинувшей страну звездной Читы. Не так давно Пирс Морган в эфире шоу Fox Nation заявил, что у него нет никакого доверия к словам супругов, ведь в своем интервью Меган солгала целых 17 раз. У журналиста с бывшей звездой форс-мажора в свои счеты. Из-за критики Маркл он был вынужден уволиться с телеканала. Морган также крайне нелестно прошелся и по ее супругу, назвал принца Гарри сопляком и нытиком. Тем временем королевский биограф Анжела Левин сообщает, что Меган не оставит без внимания нападки журналиста и уже готовится к суду за клевету. Тем более, что у герцогини Сасекской богатый опыт на сей счет. Не так давно она выиграла дело против одного британского таблоида, который опубликовал отрывки из ее частной переписки с отцом. Левин утверждает, что адвокаты звездной семьи уже вплотную изучают громкие разоблачения Моргана, чтобы найти в них судебный прецедент. Меган очень решительная женщина. Неважно, глубоко беременна она или нет, она захочет дать отпор. Пирс тоже очень храбрый, однако сейчас ее адвокаты пристально изучают каждое его слово, чтобы найти хоть какую-либо зацепку. Она попытается заткнуть его, настаивает Левин. Тем временем Пирс Морган утверждает, что члены королевской семьи выразили ему благодарность за то, что он защищает их интересы, высказавшись против Меган, не уточнив, однако, имен. Принц Уильям считает, что его проживающий в США младший брат принц Гарри поставил стремление к славе выше интересов королевской семьи. Об этом сообщает американский журнал «Асвикли» со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников. По словам собеседника издания, принц Уильям утверждает, что жизнь в США всколыхнула его брата, вскружив ему голову и превратив в слишком самодовольного человека. Это, по мнению источника, не способствует примирению братьев после скандального интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистки Апре Уинфри. Еще одной причиной споров между принцем Уильямом и принцем Гарри является подготовка к их предстоящей встрече во время открытия памятника их матери, принцессе Диане, старший брат настаивает на том, чтобы они с принцем Гарри встретились до церемонии, а тот якобы отказывается выполнять его требования. По словам осведомленного источника, принц Уильям никогда не простит младшему брату, если он решит проигнорировать церемонию или устроит что-то в этот день. После скандального телеинтервью 39-летний Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри Апре Уинфри продолжают всплывать все новые и новые подробности закулисной жизни британской королевской семьи. Так, на днях британский журналист и биограф покойной принцессы Дианы Эндрю Мортон уличил Меган Маркл во лжи. Мортон убежден, что герцогиня Сасекская слукавила, когда в интервью Апре заявила, что их жизнь с Гарри во дворце была невыносимой. По версии Эндрю, королева Елизавета II изначально не ставила внуку и невестке жестких условий и предлагала несколько вариантов развития их карьера в королевской семье. По словам Эндрю, королева Елизавета II даже была согласна на то, чтобы Меган совмещала выполнение своих королевских обязанностей со своей основной профессией и любимым делом – съемками в кино и сериалах. Справедливости ради стоит отметить, что королева Елизавета II дала Меган и Гарри возможность делать все, что заблагорассудится. Королевская семья даже сказала Меган, «Если ты не хочешь полноценно выполнять свои королевские обязанности, пожалуйста, продолжай заниматься актерством». Все эти возможности были для нее доступны, рассказал Мортон в подкасте Royal Obsessed. Биограф принцессы Дианы также уточнил, что принц Гарри и Меган Маркл могли путешествовать по всему миру. По словам Эндрю, супруги всегда могли улететь в любую страну первым классом. Кроме того, королевская семья даже была готова сделать их начинающими послами любого выбранного ими государства. Несколькими днями ранее в беседе с Daily Mail Эндрю Мортон также обвинил Меган Маркл во лжи. Он рассказал, что Меган вела вполне обычную жизнь, будучи старшим членом королевской семьи. Он опроверг заявление герцогини о том, что ее практически не выпускали из дворца и даже отнимали у нее водительские права и паспорт. По словам Мортона, Меган регулярно встречалась с друзьями в ресторанах и ходила в супермаркет неподалеку от Кенсингтонского дворца. В декабре герцогиня Сасикская с гордостью объявила, что стала инвестором калифорнийского кофейного стартапа Clever Blends. Меган Маркл отметила, что хотела поддержать женщину-предпринимателя, разделяющую ее любовь к натуральным ингредиентам и стремящуюся к созданию здоровой рабочей среды. Супруга принца Гарри даже отправила продукцию своих подопечных подруги Април Инфри. Недавно бренд подвергся критике за выбор партнеров. По сообщению The Mail on Sunday, в прошлом году компания закупила около 19 тонн сухого овсяного молока у организации, головной офис которой находится в столице Синьцзян Уйгурского автономного района. Многие компании отказались от закупок сырья, производимого в этом регионе, из-за нарушения прав его коренных жителей, уйгуров и использования рабского труда. Например, так поступил шведский бренд H&M, из-за чего в Китае ему объявили бойкот. Представители стартапа отметили, что не знали о проблеме в регионе и сознательно никогда бы не стали работать с компаниями с такой репутацией. В настоящее время мы закупаем сухое овсяное молоко у поставщика из США, которое использует выращенный в Канаде овес, добавили в Clever Blends. Меган Маркл пока не прокомментировала ситуацию. Источники из ее близкого окружения отметили, что герцогини никогда бы не стала работать с организацией, которая не поддерживает высочайшие этические стандарты и не защищает права человека. Субтитры создавал DimaTorzok